Сегодня я хочу максимально простецким языком объяснить про плеч на фьючерсах. Так, быстро давайте пробежимся перед началом видео по графику биткоина, что у нас с вами происходит. Вот у нас есть такой флетовый коридор, то есть у нас пока нет разворота, то есть нет бычьего направления разворота тренда, потому что многие, ой, типа все, биткоин развернулся. Биткоин всего лишь оттолкнулся вот от данного уровня, от данной зоны поддержки. О, кстати, если вот здесь примотать, посмотрите, плечико, голова, плечико, то есть, возможно, сейчас еще раз протестируют этот же уровень. Я сигнал как раз давала вот от этого уровня, в принципе, он сейчас и остается, то есть на данном этапе цена находится в середине ценового коридора между вот 40 тысяч и 30, там, 31. Нет смысла делать каких-то прогнозов, что биток развернулся, все, он сейчас улетит вверх или улетит вниз. Здесь также просто нужно сидеть и наблюдать за движением, все. То есть никаких сигналов, никаких предвестников разворота, глобального разворота тренда здесь нет. Вообще могу, как типа эти криптоблогеры сказать, что, ну, есть вероятность, что цена пойдет наверх, но также есть вероятность, что цена пойдет вниз. То есть у нас все сейчас происходит таким образом, что либо вот так вот пойдет, либо вот так вот. Ну что ж, мы наблюдаем. И потом, короче, когда выйдет следующее видео, я вам расскажу, что вот, я же говорила, что цена будет наверху. На Форексе также продолжаю торговать потихонечку, вот лоханулась. Вчера внутри дня не закрылась сделка, поэтому у меня вот такой вот своп минус 146 баксов. Вот. Но, в принципе, у меня здесь очень высоко стоит тейк профит. И если у меня сделочка закроется здесь, то это будет плюсом 2000 баксов. Я очень сильно надеюсь, что сегодня внутри дня закроется так. Ладно, давайте скорее переходить к сути сегодняшнего видео. У меня есть вот такая вот онлайн-рисовалка. И сейчас буду вам на пальцах объяснять, что такое плечи. Все вы понимаете, что плеч на фьючерсах это просто бешеная штука, при которой можно зарабатывать чуть ли не миллионы, но и так же сливать. Сразу скажу, что на Форексе, в принципе, у плечей такой же механизм, но немножко другая волатильность и все же отличия есть. Про Форекс у меня будет прям курс, кстати, выходит он в июле. Платный курс, где там буду рассказывать конкретно, как зарабатывать на Форексе. Поэтому не буду углубляться в это. Я знаю, что вам очень интересны фьючерсы, поэтому мы сделаем упор на фьючерсы. И те, кто меня спрашивает про чат для Форекса, я придумала наконец-таки, что я сделаю. Я сделаю торговые рекомендации, сигналы, но платить вы будете со своей прибыли. То есть, грубо говоря, вы там 100 баксов заработали. Я пока не знаю, какой процент я выберу. 20, 30 или 50. Вы просто будете мне платить за мой труд по факту уже, когда вы получите прибыль. Вот так. Так, смотрите, опять отвлеклась. Давайте на примере мешка с картошкой. У нас, короче, есть... Так, что за фигня? У нас есть мешок с картошкой. Он стоит 100 баксов на рынке. Я же надеюсь, вы понимаете, что под мешком с картошкой я подразумеваю там биткоины или любую другую крипту. В кармане у нас с вами есть 1 бакс. И мы стопудово знаем, прям стопудово, что завтра вот этот мешок с картошкой будет стоить намного дороже. То есть, на фоне этого мы хотим свой вот этот бакс приумножить. Но понимаем, блин, если мы сейчас возьмем, всего лишь вложим сюда 1 доллар, ну, прибыль будет там никакущая. А если мы придем к другу и скажем, блин, тема стопудовая, ну, дай, пожалуйста, денег. Я знаю, что у тебя есть, ты свое точно не потеряешь. И друг такой, давай. И тут у нас стоит выбор. Плечо X10 или X100? Давайте сразу крутой вариант возьмем. Сотое плечо. Человек нам добавляет, короче, еще 99 баксов. То есть, по итогу мы на все вот эти 100 баксов покупаем целый лот, целый мешок картошки, представляете? Но, что я вам скажу. Вот этот человек, который дал нам денег, он дал нам только на стопудовую схему. То есть, если вот этот мешок картошки будет стоить 101 доллар, 99 мы отдаем ему, 2 остается у нас. То есть, по сути, мы удвоили наш 1 доллар. Но, если этот мешок картошки теперь будет стоить не 101, а мы ошиблись, он будет стоить 99. То есть, упадет всего лишь на 1%. Все, этот человек забирает свои 99, потому что ничего же не осталось больше. И у нас не осталось ни наших денег, ничего. Остались только 99 вот этих стопудовых баксов, которые мы брали у человека под честное, так скажем, слово. Но, давайте мы теперь возьмем немножко другую математику. А если у нас будет не 1 доллар, а 10? У нас есть 10 баксов, и мы хотим, опять же, выкупить целый мешок картошки. И человек нам дает 90 баксов. То есть, у нас тут будет x10. Десятое плечо. Человек нам дает 90 баксов, опять же, по честное слово. Но, смотрите, какой здесь уже механизм. Теперь уже, чтобы ликвидировать, чтобы сгорели наши вот эти 10 баксов, вот этот мешок картошки должен стоить не 99, не на 1% упасть, а на 10%. То есть, если он будет стоить 90, опять же, 90 баксов у нас забирает вот этот человечек свои. И все, то есть целых 10%. Но также удвоить наш капитал тоже будет тяжелее. То есть, наши вот эти 10 баксов, чтобы их удвоить, надо, чтобы цена уже подорожала на 10%. Блин, вроде вот понятно объяснила, но такое чувство, что все равно еще что-то недосказала. То есть, еще раз. Если мы берем сотое плечо на фьючерсах, для того, чтобы потерять свои деньги, те деньги, которые мы вкладываем, нам достаточно падения на 1%. Если мы берем плечо десятое, тогда у нас есть целых 10% запаса. То есть, представляете, 10% что это такое? И что такое 1%? Для криптовалюты 1% это просто фигня вообще. С такой волатильностью, с такими скачками, просто схавается ваши копейки и все. Именно поэтому я даю вам рекомендацию, если уж вы работаете с плечами, то брать не более десятого. Второе, третье, пятое, но не больше десяти. Каждый раз, когда работаете с плечами, думайте о том, что какая просадка будет для вас допустима. Насколько может позволить себе упасть цена на мешок картошки. В общем, блин, я очень-очень сильно надеюсь, что я объяснила вам максимально понятным языком. Если что-то непонятно, напишите в комментариях, я обязательно пересниму это видео, добавлю какую-то информацию. А на этом видео будет подходить к концу. Если оно вам понравилось, ставьте пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok